Мы в отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского. Именно здесь, по случаю 580-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта Алишера Наваи, готовится специальный проект. Творческое наследие Алишера Наваи огромное и многогранно. Оно включает в себя около 30 крупных произведений, сборников, стихов, поэм, философских и научных трактатов. В этом году, как наотмечается 580 лет со дня рождения великого поэта, было решено составить отдельный том по Казанским собраниям, прежде всего опираясь на фонд научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского. Самые ранние экземпляры относятся к 16 веку. Перед нами подлинное издание 16 века Алишера Наваи Хэмсе. Нужно сказать, что сам автор интерпретировал название как «Ладонь Бога» или «Кисть руки». Почему? Потому что Хэмсе состоит из пяти частей. Конечно, демонстрировать подобные уникальные памятники 16 века мы можем в исключительных случаях, поэтому мы вам показываем переплет и открываем первую страницу, обращая внимание на столбики. И вот, собственно, первая страница Хэмсе. Ну и пользуясь случаем, я бы хотел передать слово заведующей отделом рукописей редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского. Элимири Исхакуни, она расскажет, как это издание оказалось в фондах библиотеки. Рукопись 16 века Алишера Нарай Хамсе оказалась в фондах нашей библиотеки еще в 1837 году. 20 октября по распоряжению попечителя Казанского учебного округа Михаила Николаевича Мусина-Пушкина эта рукопись была приобретена директором Астраханской гимназии у персиянина Джафарова за огромную сумму 225 рублей. Уже тогда понимали огромную ценность этой рукописи и не пожалел университет отдать эти деньги. Хамса или Петерица в тюркскоязычной классической литературе – крупное поэтическое произведение, состоящее, как правило, из пяти больших поэм на традиционные темы. Каждый более или менее крупный поэт древности писал свою хамсу, как бы в ответ на хамсу своего предшественника. Однако большинство этих произведений имело подражательный характер, и лишь отдельные хамсы, принадлежавшие Перу выдающихся поэтов, вошли в историю литературы как самостоятельные произведения. Среди прочих, известность приобрела восточная литература Петерица Алишера Новои, созданная в 15 веке. Он объединил в единое произведение пять поэм, пять самостоятельных художественных единиц. Они различны по событийному содержанию, но объединены идеей, единым пафосом. Творчество Новои чрезвычайно ценили в Поволжье. Его переписывали, сборники перевозили, покупали и читали. Поэт был одним из первых, кто сделал тюркский язык языком высокой литературы. Алишер Новои – великая фигура среди мыслителей Востока. Его наследие – величайшая ценность для узбекского и других народов, который является стержнем духовности для современного поколения. Именно поэтому в настоящее время возрастает роль и значение произведения Алишера Новои в духовном развитии наций и народностей. Как говорил великий тюркский поэт Алишер Новои, словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Радмир Софиуленков. Итоги недели.